А давайте Дмитрий Евстафьев выведем, а потом я задвину речь, чтобы вообще объяснить все про страну. Дмитрий, привет. Слушай, вот если говорить про Россию, как ты считаешь, как вы считаете? Ну действительно, почему не взять и не поделить, не раздать все людям? Ну, во-первых, это не ко мне. Я как человек, в общем, левых убеждений, но в тот момент, когда появляются клованы, которые говорят, надо раздать деньги, я начинаю стекленеть, потому что, ну, это просто извращение принципа экономики. Кстати говоря, вот вы тут рассказываете, там термины какие-то употреблять, инвестиционный там капитал, что-то еще, а этот человек этих терминов вообще не знает. Вот, грубо говоря, вот там, значит, раздать денег, вот его весь план, раздать денег, потом еще раз раздать денег, а дальше набор слов. Их можно поставить в любом порядке. Это первое. Второе. А, собственно говоря, на что вы собираетесь эти деньги именно сейчас тратить? Ну, мы же все сидим в самоизоляции в той или иной степени. Мы прекрасно понимаем, какие магазины сейчас открыты. На мой взгляд, раздать сейчас деньги, просто раздать, это создать неконтролируемое количество точек социальной напряженности. Я знаю, Владимир Владимирович, я гад. Я мироед. Я не даю малому бизнесу уволить, там, ну, примерно 7-8 миллионов человек, не заплатив им зарплату. Это же, собственно, мы же виноваты в этом. И эти люди, которые сперва требовали введите чечайное положение, чтобы мы всех уволили, ровно эти граждане сейчас говорят, а давайте мы всем раздадим денег. У меня есть сомнения в их благих намерениях. Второй момент принципиально важный. А дальше-то вы что будете делать? Дальше получается, что нужно будет просто печатать деньги. У вас вообще термин инфляция, он понятен или нет? Нет, он, конечно, непонятен. Поэтому вот то, что вы там критиковали и пытались какие-то вещи объяснить, это Господин Навальному непонятно. Но есть нюанс. Нюанс, когда Господин Навальный вот такие вот полубредовые тексты выдает. Ну, это я понимаю. У него работа такая, говорить бред, да, и потом собирать донаты. Ну, ничего, тоже бизнес. Кстати, я бы его отнес к среднему бизнесу. И к малому, это точно. Но когда под этой ахинеей подписывается человек, и не один, кстати, который считает себя экономистом, ну, милый, ну, тут уж я ничего, я тут могу только развести руками. Ну, хотя бы один пример, где раздача вертолетных денег, во-первых, первый вопрос, а где еще, кроме США, в таком виде были вертолетные деньги? Ну, нигде же. Ни в Германии просто так не раздавали. И, кстати, мы сейчас очень близки к германскому сценарию, между прочим, который все хвалили. Но только когда он начал в лучшем, между прочим, интерпретации, как мне кажется, осуществляться в России, четко все как-то замолкли. Не в Китае, который начал, кстати говоря, раздавать деньги на моменте выхода из этого кризиса. А когда они становятся инвестиционными? Да. Нигде, где, кроме США, вообще обсуждались вот именно в такой форме вертолетные деньги? Ну, и второй вопрос, а где они хоть раз помогли? Ну, мы же все изучали кризис 2008-2009 годов в Соединенных Штатах. Ну, все же все это знают. Кстати, говоря, там и по страховкам медицинским, там, я думаю, ситуация будет довольно сложна. Теперь про нас. Вот здесь, конечно, мы имеем очень серьезный запрос на макроэкономический прогноз. Мы должны более четко понимать, нас правительство делает, на мой взгляд, даже я бы сказал, что правительство действует более эффективно, чем я предполагал, хотя я очень хорошо отношусь к этому составу правительства при всех издержках. Но оно действует во многом на ощупь. Почему? Потому что нет макроэкономического прогноза на долгое время, а мы должны его иметь. И мы должны очень четко, по крайней мере, ну, вот среднесрочная перспектива, это запуск потребительского инвестиционного цикла, когда начнут, как бы мы начнем открываться. Я бы, например, денег дал, ну, только я их дал на сертификаты, чтобы люди купили не в магазин, там, с алкогольными напитками. Ну, куда? Ну, вот сейчас 10 тысяч. Куда народ пойдет? Ну, за гречку заплатят, да, еще гречку купят. Ну, народ-то пойдет, еще алкоголя купят. Ну, это же бред. Ну, у нас есть города, у нас есть моногорода. Вы не хуже меня и лучше намного знаете. Ну, вот берем моногород классический, там закрыли предприятие. Вокруг него, естественно, закрылись обеспечивающие там предприятия малого, среднего бизнеса, пекарни, парикмахерские и так далее. Работает винный. И мы в этот моногород даем 20 тысяч. Что мы получаем? Ну, мы все из России. Мы, в отличие от гражданина Навального, не из Лихтенштейна. И не от гражданина Гуриева уж, извините. Я залезу, так сказать, на территорию сложных корпоративных отношений. Но мы же понимаем, что у нас будет. Керосинчиком в костер подольем. Поэтому надо посмотреть в той форме, кому дать. Вот мне, например, не надо давать никаких ни 10, ни 20 тысяч. Потому что я все это время получаю зарплату. Бюджетники получают зарплату. Надо посмотреть, чтобы дать людям деньги в той форме, которую позволили бы им. и купить то, что они не могут. Крупную какую-то покупку. Согласен. Это можно сделать? Можно. Значит, давайте я объясню. Дим, спасибо большое. Теперь давайте нару на всех, чтобы было понятно. План Навального подразумевает шестой шаг, который он гаденыш промолчал. Это шаг простой. Он хочет, чтобы всем раздали денег, чтобы ему дали донаты. У него главная проблема, ему донаты перестали давать. Потому что школьникам не дают деньги на кофе, они дома сидят. Исходя из этого, они не могут деньги якобы направить Навальному. На Запад он ездить не может, не может обналичить то, что ему там перекидывают вполне конкретные граждане и вполне конкретных стран. Не может привезти в чемоданчики. Поэтому ему тяжело. Вот он сидит с тяжелой заплывшей харей, и не знает, что сказать. В чем вообще проблема, чтобы вы понимали? Какой смысл? Ну вот ваучеры раздавали. Всю страну ограбили, и где наши деньги? Ваучеры же говорили, вот граждане, это все. Ничего не дало. Потому что надо понимать вообще хоть что-то в экономике. Гуриев, ну хоть что-то ты ему мог объяснить? Ты человек, претендующий на то, что экономист. Ты же написал несколько программ. Но как ты мог не допереть до элементарного, до системы сертификатов? Когда суть сводится к тому, что гражданам, которые находятся именно в наиболее пострадавшей части людей, выдаются сертификаты, на которые они могут получить набор услуг и продуктов российского производства. Включая медикаменты, продукты питания. Такая система разрабатывается. Не факт, что она будет внедрена, но она разрабатывается. Тогда хотя бы понятно, о чем ты говоришь. Но когда на полном серьезе ты говоришь, отдавай, раздадим денег. Ты что, не понимаешь, что деньги надо давать, тогда, когда люди готовы их тратить. Притом тратить осознанно. Когда это идет как инвестиция. Когда они эти деньги не на бухло тратят и не прожирают. А когда они могут их в свою жизнь вложить. А ты им предлагаешь что делать? Давайте не будем платить ЖКХ? Давайте не будем. А потом, когда надо будет, чтобы у тебя ЖКХ работало, оно с чего будет работать? Они скажут, а у нас нет денег. Мы ничего не можем. Ремонт провести не можем. Вы же ничего не платили? Ну не будет у вас горячей воды. Ну вот трубы все полопаются. А что вы от нас хотите? Ну у нас же, понимаем, мы же в тропиках живем. У нас же все хорошо. У нас же зима никогда не придет. Мы же считаем, что все моментально закончится. Надо ли помогать стране и гражданам? Сто процентов. Но помощь-то должна быть разумной, профессиональной, не шариковской все раздать и поделить. Давать надо тем, кому эти деньги нужны. Семьям с детьми, у которых доход ниже прожиточного уровня, дают, дают. Еду тем детям, которым в школе это дают, дают. Надо помочь врачам-врачам, пенсионерам-пенсионерам, отраслям-отраслям. В этом смысл. Смысл в том, что у потребителя должно быть желание тратить. А вот человека есть желание тратить, когда у него есть работа, есть социальный статус, когда он себя ощущает по-другому. Поэтому очень важно сохранить рабочие места. Ты тупорылый в своих пять шагов даже понять не можешь. У тебя немалый и средний бизнес создает основные рабочие места. Но пойми, Россия другая страна. Ну хоть что-то понимать надо. Что тебе, что Гуриеву, что твоим ослоухим. Ну хоть, ну куда вы лезете? Ну это же невозможно. Ну просто тупорылость зашкаливает. При этом вот вы отбиваете несчастных людей там, школьников. Вот, то это нам дадут по 20 тысяч рублей. Ну и куда ты их денешь? Куда ты их денешь? А главное, жить ты потом. Потом-то. Надо же, чтобы деньги. Приносили деньги. Надо же, чтобы государство постоянно генерировало их. Чтобы каждый раз, каждый месяц выполнять свои социальные обязательства. Это у тебя жизнь через три месяца закончится. Ты в конечном итоге свильнешь за границу и будешь рассказывать из Америки, как ты боролся с ужасным режимом. А мы-то здесь останемся жить. И да, у меня прекрасные дома за границей. Великолепные. Только я их заработал, понимаешь, вот этими руками. А ты в своей жизни хоть когда-нибудь, ты хоть один день где-нибудь работал, Леш? Ну кроме того, что ты был яблочным комсомольцем, у СПС деньги непонятно как на рекламку тырнул. Потом ты был кировским чиновничком грабанул. Леш, ты хоть день в своей жизни работал, выяснилось, что ты адвокат, не адвокат. Леш, ну ты же жулик. Ты же чиновник и жулик. Ты же всю жизнь у бюджетов, понимаешь? То у партийных присосешься, то у корпоративных войн. Чего ты людей вводишь в блуд, у людей, у которых образование экономическое, к сожалению, небольшое. Ты же не понимаешь, что экономика вообще о другом. экономика о том, как генерировать доход каждый месяц, чтобы выполнять социальные обязательства. Об этом думает страна. Наберут даже, ну вот удивляюсь, ну неужели умных оппозиционеров нет? Ну почему вот наберут по объявлению дегенератов? Ну что умных нельзя найти? Так, давайте поговорим очень любопытные пришли данные у нас от ЦИОМа. И замечательный Валерий, Валерич Федоров, генеральный директор ЦИОМа, у нас сейчас, мы постараемся его вывести на связь, вот он, надеюсь, нам расскажет, что это за данные, о чем они свидетельствуют. Передом, я повторю, вот сейчас ЦИОМ то, что делает, я их уважаю. Я абсолютно не уважаю Леваду, это я могу себе позволить точку зрения, я вообще иностранным агентам не верю. Я не верю людям, которые проводят опросы и устраивают такую систему, как придумать себе Леваду, когда они тебе подсказывают правильный ответ. Я все-таки, знаете, я науку люблю. Вот, Федорова я понимаю, методологию я понимаю, а вот все остальное меня, конечно, удивляет. Итак, куда, куда,